На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Президент Аслан Бжани принял отчет главы администрации Сухумского района об итогах деятельности за 2023 год. Алхаз Читанава доложил о ситуации с бюджетом за отчетный период. Доходная часть составила 243,9 млн. рублей, в которую вошли 105,3 млн. собственных доходов, 98,3 млн. рублей дотации, 40,2 млн. рублей субсидий. Исполнительную власть обязали подавать международные договоры в парламент до их подписания. Потомкам махаджиров упростили процедуру восстановления абхазских фамилий, а рудные полезные ископаемые дополнительно защитили. Утверждение градостроительного кодекса и поправки в уголовный кодекс о клевете из повестки дня исключили. Подробнее о заседании сессии Народного собрания Надежда Боровикова. Открывая заседание сессии, спикер парламента Лаша Ашуба поздравил журналистов с профессиональным праздником, а также приветствовал нового представителя президента в парламенте Батала Айба. Депутаты обсудили повестку и приняли решение отложить рассмотрение градостроительного кодекса для доработки вопросов, вызывающих сомнения. Еще до начала сессии из повестки исключили поправки о клевете. Первый вопрос о проекте закона о государственных закупках представил депутат Резуз-Антария. Проект закона о государственных закупках устанавливает фундаментальные основы, подчеркиваю, фундаментальные основы и порядок организации проведения государственных закупок, а именно детально регулирует порядок осуществления закупок, закупочных процедур, способы осуществления закупок, регламентирует порядок осуществления контроля, что является важным за государственными закупками, определяет орган и осуществляет порядок определения поставщика. В проектах предусмотрены два вида государственных закупок. Это конкурентный и неконкурентный. Каждый из этих видов государственных закупок практически расписан в нашем законодательстве как инструкция. В целях обеспечения прозрачности закупок проектом предусмотрено создание электронной площадки, проведение государственных закупок, куда открытый будет доступ всем желающим быть участником данного конкурса. Законопроект одобрили в первом чтении. 31 депутат проголосовал «за». Вторым вопросом рассмотрели изменения в закон о международных договорах. Мы же в этих изменениях предлагаем неподлежащие ратификации межгосударственной и межправительственной договоры Республики Абхазия не могут устанавливать иные правила, чем предусмотрены законами. Статью 7 мы предлагаем изложить в следующей редакции. Президент Республики Абхазия обеспечивает предоставление Народному собранию проектов международных договоров, заключаемых от имени Республики Абхазия не позднее, чем в 10-дневный срок до принятия решения о подписании такого рода соглашений. Также Кабинет Министров Республики Абхазия предоставляет Народному собранию проекты международных договоров, заключаемых от имени Кабинета Министров не позднее, чем в 10 дней до принятия решения об их подписании. Министерство иностранных дел Республики Абхазия предоставляет собранию проекты международных договоров международного межведомственного характера не позднее, чем в 10 дней до принятия решения об их подписании. Международные договоры, указанные в частях 1, 2, 3, настоящие стадии, не могут быть подписаны до предоставления их в народное собрание. Министерство иностранных дел Абхазии информирует народное собрание о заключенных договорах Республики Абхазия, а также о прекращении таких договоров или приостановлении их. Спикер парламента объяснил, почему депутаты посчитали необходимым внести такие поправки в закон. Так сложилось, что, конечно, мы только в многих соглашениях, которые попадают в нам в парламент, и мы должны, на этапе романтикации у нас уже нет возможности внести какие-то изменения или, во всяком случае, участвовать в консультациях на этот счет. И, значит, мы столкнулись с ситуацией, что некоторые наши чиновники могут заниматься самодеятельностью по своим направлениям, в том числе и министры. В конечном итоге все документы приходят в парламент. Если парламент их не принимает, они уже поработаны на этапе межправительственного канала, что называется, или межведомственного канала. Получается, что это не способствует хорошему климату международного общения Республики Абхазия. 32 депутата одобрили поправки во втором и окончательном чтении. Широкие обсуждения развернулись вокруг изменений в закон о налогообложении. Представитель президента в парламенте Баталайба и начальник управления по работе задолженностью Министерства по налогам и сборам Алана Сланзия предложили установить предельную сумму дохода для плательщиков спецналога на отдельные виды деятельности. Однако депутаты не поддержали изменения. 19 человек проголосовали против, 7 за, 5 воздержались. Следующий вопрос прямо противоположного эффекта о снижении налогового времени на представителей малого и среднего бизнеса депутаты одобрили в первом чтении. Данный налоговый режим поможет упростить налоговую отчетность для налогоплательщиков. И там в данном законодательстве предусмотрено, что сумма уплоченных платежей во внебюджетные фонды уменьшает сам налог, сумму налога по упрощенной системе налогообложения. Таким образом мы сможем увидеть действительное количество сотрудников, работников задействовано у того или иного предпринимателя. Действительную верную заработную плату, которую они в действительности получают. И соответственно от заработной платы мы увидим отчисления во все внебюджетные фонды. В первом чтении принят закон о валютном регулировании и контроле. Законопроект разработан в рамках гармонизации законодательства России и Абхазии. Он устанавливает правовые основы валютного регулирования. Комитет по бюджету рекомендовал закон к принятию, но анонсировал ряд доработок ко второму чтению. Есть некоторые предложения, которые исходят от Национального банка. Мы их рассмотрим обязательно, когда будем на комитете, когда будем готовить данный законопроект к принятию во втором чтении. На сегодня давайте возьмем ее за основу. Прошу проголосовать за принятие в первом чтении. В окончательном чтении приняты поправки, позволяющие потомкам махаджиров восстанавливать абхазские фамилии в упрощенном порядке. Уже были ситуации, к нам обращались из комитета по репатриации, когда репатрианты приезжают, хотят изменить фамилию, взять абхазский паспорт, национальность изменить. Но они, получается, что попадали в эту сложную ситуацию. Получается, что статья наложилась на другую статью. То есть сейчас мы эту ситуацию исправляем, отдельной главой вводим и эту ситуацию разрешаем. Для того, чтобы для наших братьев, находя репатриантов, все те же условия, они упрощенные, которые были ранее, чтобы они вновь применялись в случае, если они захотят восстановить свою фамилию. Депутаты не одобрили предложенные Инаром Гитсба поправки в Конституционный закон о судебной власти. Во втором и окончательном чтении принято изменение в закон о недрах. Там есть понятие, как рудные материалы. Рудные – это значит благородные материалы. Это относится к золоту, железо, которые находятся… Серебро. Да, и серебро у нас есть, да. Внести в закон Республики Абхазия 30-го недрах выдача лицензии на использованные участками недр в целях добычи рудных материалов осуществляется органом управления Государственным фондом недр по согласованию с органом Государственного горного надзора после одобрения Народным собранием Парламента Республики Абхазия. На комитете также этот вопрос обсуждался, все единогласно поддержали. Народные избранники расширили список товаров, освобожденных от налогов при ввозе в страну. В перечень входят категории товаров, которые не производятся в Абхазии. Теперь в список Кабмина добавили растворимые рыбные продукты или продукты из морских млекопитающих животных, оцинкованную сталь, проволоку из железа и нелегированной стали. Далее депутаты рассмотрели ряд земельных и имущественных вопросов. Так, сухумскую кондитерскую фабрику одобрили к приватизации, как и весь имущественный комплекс гостиницы «Амткел» в Сухуме. 126 соток в Цандрипше выведено из категории сельхозназначения под базу стройматериалов. Полтора гектара в селе Мачара из лесного фонда для строительства храма с монастырским комплексом. 35 соток в Дранде выведены из категории сельхозназначения для строительства гостиницы, а также 6 соток в Колдахваре под жилой дом. В рамках категории «Разное» в повестке дня депутаты рассмотрели два вопроса. О награждении почетной грамотой министра юстиции, бывшего представителя президента в парламенте Андре Борцец и внесении изменений в закон о сельском хозяйстве. Внесение изменений в закон о сельском хозяйстве обусловлено необходимостью устранения пробела нормативно-правового регулирования в отношении механизации сельского хозяйства. Не обладая информацией о количестве и состоянии техники, поступлении топлива и электропотреблении, невозможно выработать государственную политику в данной сфере. Принятие настоящего законопроекта обеспечит соблюдение стандартов по обслуживанию и хранению техники, а также будет способствовать нормативно-правовому регулированию деятельности Госнадзора за состоянием техники, постановке на государственный учет тракторов, бульдозеров, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, что относится к тракторной технике, а также снегоходов и квадроциклов, объем двигателей которых не более 50 кубических сантиметров и скорость не ниже 50 км в час. То есть агрегаты, которые могут ездить по дорогам общего пользования. Оба предложения были одобрены народными избранниками. На этом заседание сессии парламента подошло к концу. Абхазское народное движение обратилось в общественную палату и Совет Старейшин Республики Абхазия для организации открытой встречи по обсуждению сложившейся общественно-политической ситуации с привлечением провластных политических организаций. Вопросы о направлении остатков средств республиканского бюджета, сложившихся по состоянию на 1 января 2024 года, и целый ряд ведомственных целевых медицинских программ, среди которых лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия, централизованное приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения государственных медучреждений Республики, развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в Абхазии, медицинская реабилитация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии и другие в повестке дня заседания Кабинета Министра в Республике, которое состоится 29 февраля. Генеральная прокуратура Абхазии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Ниджата Дадашева в совершении умышленного убийства по найму общеопасным способом. Как установлено материалами уголовного дела, Дадашев, Ниджат и Брагим Аглы, действуя по найму лидера иностранной преступной группировки Халил Ае, прибыл в Абхазию с целью умышленного убийства членов преступной группировки Далтон за денежное вознаграждение в размере 60 тысяч долларов США. И 23 мая 2023 года примерно в 14 часов 10 минут в городе Сухум по улице Ардзенба 58 из имевшегося при себе ранее незаконно приобретенного огнестрельного оружия пистолета системы ГЛОК-19 произвел не менее 11 выстрелов в направлении гражданина Республики Турция Эмирджан Илмаз, находившегося перед входом в помещение парикмахерской барбершоп, в результате которых последний от полученных огнестрельных ранений в жизненно важные органы скончался на месте, а находившиеся рядом с местом происшествия граждане Бебия Тимур Вячеславович, Кацба Йондер Нахимович, Квициния Сария Карловна и несовершеннолетний Мухинов Мумтазбек Меркамилович получили огнестрельные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы в Республиканскую больницу. Обвиняемый Дадашев признал вину в совершении умышленного убийства общеопасным способом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело 23 февраля направлено в Верховный суд Республики Абхазии для рассмотрения по существу. МВД Абхазии усиливает меры обеспечения общественного порядка и безопасности на приграничных с Россией территориях с 29 февраля по 8 марта текущего года в связи с проведением Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории «Сириус». Согласно приказу министра внутренних дел Роберта Киут, в целях обеспечения правопорядка и безопасности на приграничных с Россией территориях увеличено количество патрульных групп, усиленных сотрудниками оперативных подразделений и специальных служб МВД. В целях обеспечения дорожно-транспортной безопасности и профилактики нарушения ПДД с 29 февраля текущего года вводится в эксплуатацию пост ДПС «Холодная речка». Незаконно хранимое наркотическое средство, изъятое у жителя Галского района, тему продолжит материал пресс-службы МВД. Жителю Галского района Чаргазия Давиду Валерьевичу вменяется преступление, предусмотренное частью 1 статьей 223 Уголовного кодекса Республики Абхазия. При личном досмотре у вышеназванного гражданина сотрудниками уголовного розыска Галского РОВД изъято незаконно хранимое при себе наркотическое средство марихуаны, что установлено в результате проведенного исследования в экспертно-криминалистическом центре МВД Республики Абхазия. Давид Чаргазий отпущен под личное поручительство. Расследование проводит следственная группа отдела внутренних дел по Галскому району. Глава МВД Абхазии Роберт Киут принял участие в классном часе правонарушения и ответственность, который прошел в Сухумской школе номер 1. Главной целью было познакомить подростков с понятиями правонарушения, преступления и проступок. Все те, кто совершают преступления, а многие совершают их по незнанию, жалеют, что встали на этот путь. Никогда никто из них вернуться в ваш возраст не сможет, сказал министр внутренних дел республики. Классный час подготовил аппарат уполномоченного по правам ребенка в Абхазии. Шесть аппаратов для майнинга обнаружили таможенники при досмотре автомобиля на посту ПСОУ, три в багажнике, три в задней части салона. Оборудование изъяли, материалы по делу передали в отдел дознания и таможенных расследований ГТК. Ситуация с пожарами в Абхазии остается сложной. Очаги возгорания периодически возникают практически во всех районах республики. Человеческий фактор – одна из главных причин, рассказал спутник министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициния. По словам главы МЧС, вчера и позавчера спасателям было очень сложно. Погода и ветер способствовали распространению огня. Пожарные работают почти круглые сутки. Иногда им даже требуется помощь местных жителей. При этом пожары могут представлять опасность не только природе, но и жителям республики. Особой угрозы сейчас нет, но есть села, где если пойдет ветер и верховой огонь, то он может представлять определенную угрозу. Поэтому мы говорим населению, просим всех, чтобы не разжигали огонь, сказал Квициния. Министр вновь обратился к жителям республики воздержаться от поджога сухостоя, так как контролировать распространение огня часто становится невозможным. Сотрудники пиротехнического отдела МЧС Абхазии провели взрывные работы в Кадорском ущелье. Как сообщают спасатели, была существенно расширена проезжая часть автодороги общего пользования, вследствие чего автомобильное движение будет заметно улучшено. Сотрудники пожарно-спасательной части города Гудаута МЧС Абхазии провели показательный смотр для учащихся районных школ. Ребята ознакомились с пожарной техникой, профессиональным снаряжением и оборудованием, узнали много интересного о работе пожарного, о правилах противопожарной безопасности. По словам сотрудников спасательного ведомства, подобные встречи со школьниками весьма полезны и максимально информативны, помогают молодым гражданам республики избежать те или иные чрезвычайные ситуации, а в случае их возникновения правильно себя вести. 90 лет 25 февраля могло бы исполниться народному артисту Республики Абхазия Рошни Джопо, писателю, поэту и драматургу, члену Союзов писателей СССР, России, Ассоциации писателей Абхазии. В этот день в Абхазском государственном драматическом театре собрались друзья, коллеги, почитатели творчества Рошни Джопо, чтобы вспомнить об этом человеке. Абхазский, актер, 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 поэт, драматург, Рошни Джопо, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...